Не думайте, что это что-нибудь насыщение. Вполне реально есть на свете тетер-плоидные организмы, у которых в теле, в каждой телесной природе, не двойной набор хромосомы, а четверной. И здесь никого хромосомы, который не был тетер-плоидный. Есть тетер-плоидный организм. Так? И в одном из мест этого организма проходит миоз. Вопрос. Вопрос при миозе тетер-плоидной клетке. Какие ядра и в каком количестве образуются? Так же, как у деплоида или четмер. Мы с вами разобрали миоз-деплоидную клетку. Самый обычный случай. А вас вопрос задан по поводу миоза тетер-плоида. Половой клетке как осуществляют, за счет какого деления? В известном вам случае. За счет миоза. Главное, берем второе деление миоза. На экваторах какие хромосомы стоят? Второе деление миоза. На предточных экваторах какие хромосомы стоят? Второе деление миоза. Двухромативные, конечно. Что должно произойти? Должны произойти следующие. Вот они, двухромативные хромосомы стоят. Они должны разойтись к полюсам. И у каждого полюса компания однохромативных хромосомов должна произойти. Вот клетка высшая на эту уровень доступности. А если в этот момент перетяное деление взяло и растворилось, чего дальше будет? Они очень мало, они застанут. Ну, они каким-то медленно двигаются. Стоп, перетяное деление нет. Как они будут двигаться? Перед трамваем мы разобрали рельсы. Как мы поедем? Убегал. То есть трамвай взял и пошел на другие рельсы через город, да? Температурные движения молекулы уже шли. И там разобрали, и там. Потому что вот это вот еще и вот это вот еще. Температурные движения молекулы еще никто не отменял. Правильно, никто не отменял, только хромосомы от молекулы. Вон молекулы, вон хромосомы. Это вот первое соображение. Второе соображение. Удастся ли собрать инвариантную компанию за счет температурного движения? Нет. Нет. Поэтому, при таком развитии событий, эти хромосомы так останутся сдвоенными. Это некоторое время подождет, подождет. Хромогилы расходятся. И после анапаза, какая паза должна начаться? Теллофаза. Что будет образовываться? Хромосомы начнут гестерализоваться, разрушиваться. Вокруг них возникнет двойная мембрана. Что это у нас образовалось? Ядро. Ядро. Отлично. Ядро – это ведь клетка, которая не идет хорошо. Должна была образоваться галлоидное ядро, где каждая хромосома единственная. Образовалась диплоидная. Диплоидная. Два, три. Так? Отлично. А это ядро яйцеклетки из капитазоидной. Вот если две такие половые клетки сольются, то мы получим. Четыре. Четыре. Мы получим зиболку с плодом с четыре ряда. Одной из живых существ нашей планеты, всем вам известно, как раз вот такую формулу. Домашняя слива. Чувство? Домашняя слива. Домашней сливы в дикой природе их предков нет. Есть два разных родственника домашней сливы. Один называется алыча. И алычи полно и полно здесь подобные. А второй дикий родственник слива называется тёрный. И у алычи и у тёрна плоды мелкие. Так, несколько тысячелетий назад без всякого вмешательства человека одновременно произошли два очень редких события. Первое событие. У какой-то алычи нарушил слёз. И вместо гафлоидных сперматозоидов у него сформировались диплоидные сперматозоиды. И в это же время, на небольшом расстоянии, у какого-то густа тёрна, произошла такая же ошибка. Вероятность того, что две такие ошибки в двух разных растениях произойдут одновременно, велика и очень малая. Очень малая. Но таки, это произошло. В результате. Полицейский диплоидная попала на диплоидные яйцеклетки тёрна. Какую в результате растения мы получили? Домашняя слива. Домашняя слива тетраплоидная. Чем тетраплоид отличается от такой препар? А у него плод в массе раз в 10 больше. Если вот этот размер нормального плода тёрна, то вот размер нормального плода слива. Домашняя слива. У глиплоидов очень часто, в растениях глиплоидов, более крупные плоды. Поэтому, если взять домашние виды растений, которые сейчас культивируют, они почти всегда глиплоидные. У них почти всегда не 2 м в клетках тела, а больше, чем 2 м. История понятна? Хорошо. Хорошо. Кстати, люди научились создавать в середине XX века искусственных культуры. Экспериментально это было проверено на решение вот какой задачи. Есть два разных близко родственных вида. И тот другой узнает. Капуста и ритка из семейства Креста Цветлых. Достаточно близки родственников. Но нормальным способом получить гибрид между капустой и риткой невозможно. Дело в том, что у них разное количество хромосомов. Капуста Х, хромосом, какое-то многое. Да? А у ритки Х плюс один. Разное количество хромосомов. Скажите, пожалуйста, какая проблема сразу возникнет при попытке скрестить эти два растения? Могут ли все хромосомы образовать гомологичные пары? С методами? Нет. И все, никакого скрещивания у вас не произойдет. Поэтому нормальным образом капустный ритечный гибрид получить нельзя. Смотрите, какая история получается. Вот у нас клетка. Вот стали капустные хромосомы. А вот стали ритечные хромосомы. Не выйдет. Вот пришло. А забрать и выкинуть почему? Забрать и выкинуть. Вы понимаете, что вы выкидываете часть наследственной программы. Такой организм развивается. Добавить больше хромосом в капусте? Нет. Дело вам проще. Попробую образовать диплоидные головые прятки. Вот так. Что мы при этом получили? Есть дверечные? Нет, нет, нет. Которые между собой? Смотрите. Мы удвоили капустный набор. Вот они в капусте. Капуста против капуста. И удвоили ритечный набор. Ритечный хромосом в капусте. Ритка против ритки. В этом случае можно ли образовать хромологичную пару? Да. Без проблем. Можно ли нормально провести деление? Да. Без проблем. Задачка. А как же целенаправленно получить уговорение флафромосома? Так вот. Так очень давно было известно, что у одного из цветковых растений, кстати, полным-полно полисадников под ноской, выращивают люди, не понимая, что они делают у себя дома. Эти цветы, ну так, среди москвичей и всех остальных россиян, будут называться безвременники. Почему безвременники? А дело в том, что они зацветают в октябре-ноябре. Все остальные растения в это время вообще готовятся к зимнему погоду. А эти растения как раз зацветают. Цветут очень красивые. Немножечко похожи на пропус, или на то, что называется в Москве подснежниками. Цветовым запотомическим названием подснежник на свет не существует. Безвременники вырезали. Такой похожий на колокольный цветок. Они бывают обычно бледно-люлового цвета. Иногда голубые формы. Внутри, если взрывы, туда-туда-там, внутри причины, то есть стебель. Фокус в том, что вот это не стебель. Стебель безвременника. Вот он. А вот это все цветок. Просто основание лепестков срослись, образуют длинную-длинную трубку, которая выглядит не как продолжение цветка, а скорее как продолжение стебла. Вот такие цветы, достаточно крупные, но такой высоты могут быть. Ботаническое название этих цветов Колхикум. Колхикум. Такое название происходит от слова Калхида. Скажите, пожалуйста, какую местность древние греки называли Калхидой? Про Органахт слышали? Дизон и его команда. Куда они ходили за Золотым Руном? В Черном Руном. Точно. Точно. Теперь представьте себя, от Греции, да, прошли в Рубантиду, Мрамотное море, пошли в Черное море, прошли в Черное море, они, конечно, с Черноморской стороны, как как. Кстати, этот район до сих пор называется Калхидой. Калхидская нижняя, по которой течет крупная река Рероне, стекающая с гор Кавказа, и впадающая в Черное море. Так вот, Калхидская, это растение, которое где растет в диком виде? В Калхидре. А значит где? На Кавказе. И не только на Черноморском побережье. Он вполне себе растет на российской части Кавказа. В чем толстик он знаменит? Из него можно выделить вещество Калхидзин. А вещество Калхидзин, введенное в клетку, разрушает вертину деления. В результате, вот у вас созревают плоровые клетки, а я взял и ввел Калхидзин. В результате, какие гаметы образуются? Гаплоидные или диплоидные? Диплоидные. Нет системы, которая будет производить хромосомы. Значит, если я образовал диплоидные гаметы, можно ли теперь скрестить капусту с речкой? Да. Да. Вполне себе. Так был впервые получен знаменитый успех советской генетики капуста-речный гибрид. Зверь совершенно фантастический. То есть, сверху он как капуста, а снизу он как сбылась мечта идиота. Да? Знаете такую сказку про вершки и корешки? Да. Ага. Вот. Вроде бы здесь и вершки, и корешки, все на месте. То есть, листья образуют качалу, закрутились вот так, друг вокруг друга, как это и должно быть у капуста, да? А стержневой корень образует корняковый. Он вытерит. Горень почти очень герсен. Можно использовать и в хвостогрибах. Но дело в том, что большинство крестоцветных синтезируют вещества через группы гликозиды. Часто-таки к крестоцвету относятся к хрен, горчице. Что это за вещества? Какой вкус соответствует гликозиду? В результате капуста-речный гибрид оказался такой дрянью, что его даже накормят не только людям, свиньям нельзя использовать, свиньи отказываются. Так что теоретический успех гигантский, а практического применения никакого. А какие растения более, так сказать, делали? Таким образом? Причем с более хорошим образом. Да, ребята, считаем все сорта пшеницы. А пшеница для человечества это одна из самых главных ботанических культур. Вы понимаете, каков ежеводно собираемый и мировой урожай живется? Это же основа продуктов питания человечества. Это не только хлеб. Это все макароны есть, это вся выпечка. И так далее, и так далее. Я уж не говорю про нам, Наташа. Большинство культурных растений, ну не большинство, но очень многие, которые выращивают человечество, они, конечно, полиплоиды. Полиплоиды, да, образуют более крупные плоды, с большим запасом питательных веществ. Вот мы немножечко про культурную идею. Мы заканчиваем. Все дела, связанные с... А этой капустой рейки на планете больше не осталось? Еще раз. А этой капустой рейки на планете больше не осталось? Ну почему осталось? Во всяком случае, всегда нужно получить. Технология получения известна.